Человек в мире кикбоксинга очень известен и наш Руслан Караев сегодня с ним встречается. Дэви Купер, чемпион мира в тяжелом весе в Муайта. И Руслан. Руслан Караев. Спортсмен из Владикавказа. Северная Осетия всегда, затаив дыхание, следит за твоими успехами. Кстати, Руслан чемпион Гран-при Лас-Вегаса. И этот человек покорил очень большую вершину, став чемпионом Лас-Вегасского Гран-при. И вот сейчас будет очередное испытание. Дэви Купер, это не подарок, конечно. Руслан самый, ну, я не знаю, интересный, непредсказуемый боец, которого мы в нашем бойцовском клубе видели на ринге. Он очень красиво работает. Чемпион Европы среди любителей по кикбоксингу. Чемпион мира среди любителей по кикбоксингу. И вот в прошлом году, в 2005 году, он стал чемпионом Лас-Вегасского Гран-при. Дэви Купер постарше, 32 года ему. 8 боев. 8, вернее, 8 побед, 5 поражений, 3 ничьи. Один бой выиграл нокаутом. Но занимался много чем. И сейчас, сейчас его соперник, Руслан Караев. Ну так вот, Кобра Дэви Купер готов продемонстрировать свою мощь. Прическа у него, конечно, своеобразная. Руслан в более привычном виде для нас. Ну, пишет кикбоксинг. Руслан уже звезда вообще, можно сказать, универсального разряда. 23 года парню. 97,5 килограммов. И вот сейчас. Огромное количество боев провел Руслан. Вот здесь считают лишь бои, проведенные здесь, в Кей-Ван. У Руслана Караева 169 боев. 160 побед. И 125 боев Руслан выиграл, угадайте как, нокаутом. Это наш Руслан Караев. И вот с американцем встречается на американском ринге в Лас-Вегасе. И сейчас здесь, на ринге Беладжо Казино. Есть и отель Беладжо. Вот здесь, при стечении всего американского бомонда, Руслан встречается с Дэви Купером. Интересный удар был. Вроде бы падал, но носил удар коленом, а рукой достал. Купер в правосторонней стоечке. Угрожает своей левой рукой. Руслан в традиционной стойке. Он в синих трусах. Дэви Купер вот в таком фартуке на бедренной повязке. И нужно быть очень внимательным, потому что Кобра опасное животное. Может в любой момент ужалить. Арсенал Руслана невообразимо богат. Он очень интересно работает в ринге. Никогда не знаешь, что он сейчас предпримет. Настолько красив и органичен он. Бой это его стихия. Вот действительно рожден для битвы. Настоящий воин. Характер бойцовский. И природа его щедро одарила. И плюс прекрасную школу прошел. Огромный опыт за плечами у этого молодого бойца. И Руслан постоянно угрожает. Постоянно пробивает. Серийно причем работает. И опасной контратаке Купера. Рефери вмешивается. Поддавливает немножко психологически на Руслана. Это мелочи. Но это очень неприятно. Кто боксировал, понимает, что вот тебя останавливают. Тебе что-то выговаривают. И ты думаешь уж лишний раз чего не сделать, чтобы тебе предупреждение не дали. Хайкик справа. Как ты с пушки. Купер улыбается. И вот таким боковым споскока, левым боковым, Руслан сейчас сгоняет канатом Купера. И готовит основной удар. Вкладывается. Хорошо вкладывается в свои атаки. И спиннинг-бэкфист с развороту правой рукой пытался ударить. И Купер перехватывает инициативу. Посмотрите, как подхватил. Тут же взрывается. Совсем непросто этот Дэви Купер. Я уже говорил, чемпион мира в тяжелом весе в муай-тай. Здесь коленом не застает Купер. А сейчас локтем пробивал. Купер и справа на выходе попадает. Не слушает команды рефери. И вот так заканчивается первый раунд. Как вам этот бой? Совсем нелегкий поединок для боя. Да, Руслан провел очень агрессивно первый раунд. Все время атаковал. Все время сбивал своего соперника канатом. Причем в довольно такой открытой, откровенной манере. Но вот в конце Купер немножко собрался и перехватил. Вот, казалось бы, чуть-чуть размазанно Купер действовал, но в то же время надежно. А вот здесь вот попался немножко Руслан и пропустил по затылку. И Купер здесь все, что смог, все высказал своему оппоненту. Руслан любитель сделать красиво. И вот сейчас как раз хотел так с развороту спиннингбэк фист пробить. Ну вот дистанция была немножко не та, и Купер, опытнейший боец, приблизился и не постеснялся пробиться сзади. Ну а здесь правила К1 позволяют работать, носить удары практически по всему телу. Но ничего в этом нет неправильного. Поэтому нужно быть трижды внимательным. Фантастические и легкие, и быстрые, и в то же время разящие удары наносит Руслан. Не попадает, но... Через перчатки. Чем-то он Бьернабряги сейчас напомнил. Тот как раз нокаутировал своего японского соперника. Через перчатки ударил под предплечьем, и японец лег. На косаха не повезло, и вот удар пропускает сейчас...